В областной филармонии закрыли 56-й симфонический сезон. Вместе с запорожским оркестром выступили киевские скрипачи, преподаватели Национальной музыкальной академии Богдана Пивненко, Мирослава Котарович и Борис Громов. На концерте побывал и наш корреспондент. Концерт, завершивший сезон, Вячеслав Рези назвал итальянским. В программе звучали произведения Рассини и Паганини. По словам маэстро, хотелось устроить праздник романтики. Впрочем, если звучит музыка Никола Паганини, следует ожидать не только романтики, но и мистики. С именем великого скрипача связано множество мистических историй. Мирослава Котарович, дочь знаменитого украинского скрипача Богодара Котаровича, слышала такие истории от отца. Он рассказал, что истории были, начиная от мух, которые окружают скрипку. Где бы она ни ездила, всегда три мухи окружают. Музыка Паганини, я думаю, что она настолько скрипковая, она настолько раскрывает инструмент, он, как никто иначе, и вообще виднайшов эту людскую душу в скрипке. Выступление Запорожского оркестра и киевских солистов стало ярким аккордом, завершившим очередной сезон. А присутствие в одной программе сразу трех скрипачей-виртуозов сделало этот музыкальный праздник еще ярче. Мне кажется, что тут люди, знаете, взагалі, они, ну, на отмину от киевских, там их и много, и в тот же час они трошки уже балованы. А цей оркестр, он тут один, и мне кажется, что они чувствуют, что их любят, знаете. И они тоже такие, ну, такие сами люди. Тут очень приятно играть, очень хорошая атмосфера. С одной из самых ярких молодых звезд украинской классической сцены Богданой Пивненко запорожские меломаны могут встретиться уже в эту пятницу. С официальным закрытием сезона симфонические концерты не заканчиваются. Мы решили сделать ежегодный фестиваль имени Майбороды. Ну, естественно, как бы презентовать вот наш союз композиторам таким концертом, где исполнится произведение наших запорожских композиторов. И гостем будет герой Украины, профессор, народный артист Украины Мирослав Скорый. Концерт состоится 7 июня. Кроме того, запорожцы смогут встретиться с нашим оркестром в течение месяца по выходным дням в парке Дубовая роща.